Приветствую вас. Вопрос касается манипуляции. Как называется грязная манипуляция переключения мертвы за психопатом себя на другую жертву с целью буквально выжить? Этакая форма макавиализма белое пальто, которая ярко показана в сериале «Звонок». Не хочет сдохнуть через неделю, скопируй кассету и вручи ее жертве. Господи, аж в капитке с клоркой захотелось отмыться. Я и некоторые люди в рабочем коллективе, выражаясь метафорически, получили такую кассету. Одна из младших начальниц уволилась в декрет, спихнув на нас свою младшую сестрицу-психопатку, а та недолго думая начала свой акт каннибализма. Как нейтрализовать дилера? На самом деле, единственный и самый, на мой взгляд, эффективный способ, как вы говорите, противостояния с манипуляцией – это личный границ. Дело в том, что любой манипулятор зависит от окружающих его людей. То есть манипулятор существует до тех пор, пока вокруг него люди, причем люди – люди, которые делают то, что он говорит. И вот пока это происходит, манипулятор будет жить, свистеть и пахнуть. Ну, как только люди начнут прислушиваться к своим личным границам, как только люди скажут и довольно серьезно скажут «нет», проявят свои, как я уже сказал, личные границы, то есть пойдут на, ну, не конфронтацию, скажем так, а на опор, да, при этом принимая риски, то манипулятор сразу потеряет какую-либо силу. Вам нужно здесь увидеть, чем именно манипулирует человек, чем он вам угрожает. И если вы, условно говоря, вот то, чем он вам угрожает, цените больше, чем себя, чем свое нежелание что-либо делать, чем свой внутренний отказ, протест, отвращение, то именно этим и манипулятор получает власть над вами, к сожалению. Поэтому я бы, вот, пересмотрел бы свое отношение в первую очередь именно к тому, чем манипулирует этот человек вами, ну, и с другими людьми тоже. Вот. И спросил бы себя, спросил бы себя, именно себя, спросил бы в первую очередь, а так ли, так ли мне это важно, во-первых, так ли мне это важно, так ли для меня это цены на самом деле, и стоит ли оно, стоит ли оно того, то есть стоит ли то, что для меня важно, того, чтобы я, там, условно говоря, ради этого, да, для этого, для этого, ради этого становилась не свободной, например. Вот. Еще я чувствую в вашем тексте довольно много агрессии, вот, злости, агрессии. на мой взгляд, вам необходимо эти чувства выразить, просить, чтобы они вас не отправляли. Потому что это тоже дает, ну, манипулятору, скажем так, возможность, это тоже дает манипулятору возможность вами управлять. Вот. Как вы понимаете, я надеюсь. Вот, соответственно, то, что в этой непростой ситуации можно для вас сделать. скажу еще одну вещь напоследок, что вам хочется обесценить человека. Ну, я имею в виду вот эту девочку. Вам хочется ее обесценить. Вот, задайте себе вопрос. откуда это идет. То есть, откуда, как появляется такое желание, такая потребность в том, чтобы ее обесценить. Вот. Мне показалось, что вы довольно образованный человек. Вот. довольно образованный, довольно много ну, знаете, то есть, довольно эрудированный. И мне кажется, что в этом смысле, в этом смысле, к сожалению, эрудированность вам, она мешает. Потому что за, ну, скажем так, терминами, за концепциями вы прячетесь и в итоге не живете своей жизнью. Не проживаете то, что вот, с чем сталкиваетесь. Это очень сильно мешает. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!